Привет, ребят, с вами Илья, и это новая подборочка игр на канале Игродень. Сегодня будет семерка отличнейших, на мой взгляд, игрушек, так что усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. И первая игра на сегодня — Inbetween, физическая головоломка. Игра представляет собой платформер с элементами головоломки, которые обладают невероятно интересным сюжетом. Краеугольным камнем данной игрушки являются пять стадий принятия неизбежного. Это отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец-то, принятие. С этим вам всем придется столкнуться. Игрушка очень интересная и стоит она 120 рублей. Indigo Lake Horror с открытым миром. Игра раскроет тайну про нормальных явлений, происходящих на озере Индиго. После серии самоубийств на загадочном озере, туда был направлен специальный агент по паранормальным явлениям. Но вдруг он неожиданно пропадает. Вы, как детектив и друг пропавшего, беретесь за это странное дело. Ваши основные задачи будут исследовать всю территорию и разгадывать тайну исчезновения исследователя. Если не боитесь, то обязательно попробуйте поиграть. Доступна игра за 125 рублей. Ну а следующий участник нашего обзора — это Bertram Fiddle эпизод 1. Перед нами приключенческий квест, в котором игрокам предстоит раскрыть зловейшую тайну чудовищного маньяка. Вся действие происходит в Лондоне, который населен достаточно странными персонажами. Здесь встречаются люди с причудливыми носами, а иногда и даже вовсе с одним глазом. Главному герою по имени Bertram необходимо найти серийного убийцу, и мы ему будем в этом помогать. На пути придется сражаться с хищными растениями, встретиться лицом к лицу с бесчувственными ужасами, а также побеседовать с самым знаменитым сыщиком — Шерлоком Холмсом. Zombie Frontier 3 — это уже третья часть тира на Android, в котором вы будете отстреливать зомби, как диких зверей. Берем в руки одну из многих винтовок и начинаем охоту на самых опасных и свирепых существ. Для вас подготовлено более 200 уровней, разделенных на 4 локации, которые не так-то и просто преодолеть. Помимо целых толпич ходячих, вас будет поджидать 4 сильных босса, с которыми вы скучать точно не будете. Игра бесплатная. Ну а теперь предлагаю посмотреть на что-то более простое, но при этом очень веселое. Мини-пикс, красочная аркадка. Ведем вперед своего героя через полные опасности уровни. Выносим огромные толпы противников на нашем пути. Ваша задача состоит в том, что вовремя нажимать на экран, заставляя героя перепрыгивать в пропасти и другие препятствия. Главной фишкой данной игрушки является то, что по ходу геймплея у нас постоянно меняются герои. При этом героев просто огромнейшее количество, и это все знаменитые персонажи. Уверен, кого-то из них вы точно узнаете. Fast Like a Fox — игра с очень необычным управлением. Мы управляем нашим героем касанием с обратной стороны своего устройства, и таким образом путешествуем по волнующим и манящим мирам. Заснеженные долины, горные вершины, раскаленные пещеры и еще много-много интересного. Сокровища племени Золотого Лиса были таинственно украдены, и вы, в общем-то, избраны для того, чтобы их вернуть законному владельцу. Игра также бесплатная. Ну и последнее на сегодня. Beneath the Lighthouse. Игра выполнена в полюбившемся всем пиксельном стиле. Не знаю, как вас, а лично меня такой дизайн до сих пор очень даже заманивает. Наверное, все-таки это потому, что я ребенок 90-х и очень любил в детстве играть в Dendy. Игрушка, на мой взгляд, выглядит просто очень атмосферно, и этим она, думаю, многим понравится. Нам рассказывают историю ребенка, который отправился к маяку на небольшом острове в поисках своего деда. Игра, на самом деле, не только визуально красивая, но еще и очень интересная. Ну что ж, а на этом мы на сегодня, к сожалению, заканчиваем. Ставьте большие пальцы вверх, давайте все вместе соберемся и дружно наберем тысячу лайков. Также пишите свое мнение в комментариях под видео и подписывайтесь на канал. При этом не забывайте вступить в сообщество ВКонтакте, то есть с Android. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорой встречи. Пока.